приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео будем знакомиться с вами с танком восьмого уровня smv cc 67 это прокачиваемая пт-шка 8 уровня новой итальянской ветки пт как обычно начале видео знакомимся с броней как и у всей ветки это танк не исключение самая уязи мазона это надуси личные полки которые супер легко пробиваются если вы стреляете снизу вверх и их видно также если сравнить броню с танком седьмого уровня то получается что нлд у нас покрепче приведенки получается где-то около 200 она у нас какое-то закругленное и плавно перетекает в л.д. середина влд получается 260 миллиметров и чем выше тем броня все хуже и хуже и там под самой башней получается около 195 то есть с одной стороны если сравнивать с танком седьмого левела нлд вроде бы толще и центр влд тоже толще если на седьмом левеле у нас там 225 миллиметров получается влд то здесь 260 240 но вот верхняя часть влд 195 это конечно ни о чем и если вы в клинче играете то враг с хорошими увенами может вас просто сверху вниз влд пробивать об этом нужно знать и помнить также улучшение есть у нас и в борту там нету полочки на двигателе поэтому можно немножко ромбовать но борта не сказать что толстый поэтому лучше не увлекайтесь лючки тоже стали лучше они просто стали супер маленькие поэтому их тяжело выцелить дальняя часть крыши 30 миллиметров она пробивается легко но ее тяжело увидеть поскольку она там чуть ли не на затылке находится и если сильно поднять жопу и опустить лицо то передняя часть крыши тоже начнет пробиваться поскольку она всего лишь 50 миллиметров поэтому она имеет нормальную приведенку если враг стоит ровно к вам или ниже но если враг выше то он в крышу башни будет легко пробивать пробитие у нас выросла альфа выросла орудие стало более жесткая 226 пробития бэбэшкой 300 кумулятивом 120 фугасом кстати у многих танков этой ветки фугасами пробитие довольно таки внушительно 120 так что иногда возить барабан фугасов не ошибка и если в бою будет такая ситуация что против вас останется бумажный танк то можно будет с барабана фугасов разобрать его быстрее чем другими снарядами также танк стал чуточку маневренее скорость поворота корпуса 27 башни 22 выросла но конечно на чуть-чуть и ощущение что танк быстро ворочаться нету вообще он по сути как медленно ворочался так и ворочаться максималка у нас немножко подросла была 31 на седьмом левеле теперь 35 на восьмом прямо почти шумахер обзор был 350 стал 360 точность 042 сведение 2 и 4 сведения стало получше но точность такая же ужасная как и стабилизация это было и на седьмом левеле так остается и на восьмом орудие также хорошо опускается и поднимается как и на седьмом левеле вниз 10 вверх 20 градусов время перезарядки барабана 25 секунд в принципе практически то же самое что и на седьмом левеле там было 24 по сути во всех параметрах танк стал чуточку лучше но мы еще не поговорили про броню лба башни но вот что мне не нравится в восьмерке это то что лоб башни по сути хуже чем на седьмом левеле сейчас объясню почему до маска бронированная хорошо но щеки вокруг маски именно у самой башни они примерно 280 миллиметров они огромные и пт-шки стреляющий голдой и девятки стреляющий голду и даже без голды некоторые десятки и девятки будут пробивать прям в щеки прям в лоб башни а если они зарядят голду тем более будут пробивать но если мы пойдем на седьмой уровень и посмотрим на башню то возле орудия возле маски там броня 260 миллиметров что миллиметров на 20 меньше чем у восьмерки но основные щеки большие слева прям огромный кусок башни и справа почти вся башня 300 плюс миллиметров около 300 это уже намного лучше будет держать голду и это на седьмом левеле там десятку ты никакую не встретишь но по сути большая часть башни более бронированная чем на восьмом левеле и это как-то странно плюс еще на седьмом уровне у нас 1200 хп а на восьмом 1300 а на девятом 1900 вам не кажется что что-то не так почему у танка 8 уровня хп никак у тяжелого танка а хп как у птшки без брони у пт без брони в основном 1100 1150 1200 хп и у нашего smv c67 хп как у пт которая должна сидеть в кусту и у нее 0 брони поскольку 1300 это ну на 100 на 150 больше чем у пт которая сидит в кусту если мы посмотрим сколько хп у тяжей 8 левела то у них примерно по 1500 плюс минус но у нашего пт который играется как тяж и принципе исполняет роль тяжа почему-то 1300 хп где наши 200 хп я не понимаю и в общем и целом я считаю что восьмерка проходной танк и его забалансили плохо поскольку лоб башни недостаточно бронированный на мой взгляд да этот танк все равно обладает хорошей броней но во первых у него недостаточно хп во вторых он супер медленный неповоротливый углы горизонтальной наводки такие же плохие как и у всей ветки до вниз орудие опускается хорошо но стабилизации нет точности нет все ужасно на мой взгляд этот танк слабоват и он мне очень быстро надоел и я его бросил прокачал девятку за чертежи и к восьмерке возвращаться желания нет да на нем можно набивать результат до броня во лбу все-таки есть но играть на нем вообще неприятно танк но не дотягивает до восьмерки хорошей нынешней хорошей восьмерки если сравнивать с какими-то старыми устаревшими танками которые давно уже никто в рандоме не играет на фоне таких танчиков новая итальянская птшка 8 уровня вполне себе ок но это не конкурент сильным имбовым танкам вообще и близко не конкурент это танк который все забудут и он там будет где-то на дне валяться или посередине максимум и танк полная чепуха семерка на своем уровне смотрится как-то более внушительно имея такую лобовую броню в башне восьмерка же обладая такой броней и небольшим количеством хп и теми же самыми болячками кривущей пушкой и отвратительной подвижностью и скоростью в куче это все такое себе да немного подросло пробитие 226 300 кумулем это вообще обалденное пробитие для восьмого уровня но она кривое ты чем угодно стреляясь она летит мимо то мимо я на этом танке стримил и у меня за стрим получилось одна из самых плохих и отвратительных статистик по стрельбе то есть количество попаданий по врагам и количество пробитий из того что я попал она такое отвратительное что стрельба она не то что некомфортная не то что нестабильная она стабильно плохая прямо вообще ужасная пушка отвратительное поэтому на мой взгляд если вы хотели попробовать вот этот вот новый геймплей но особо окунаться прям по самые ноздри в эту жижу не хотите то мне кажется семерку попробуйте и дальше будет очень тяжело может ну его нафиг поскольку в следующем видосе мы поговорим за девятку там конечно на фоне восьмерки улучшения есть но стоит ли оно того узнаем в следующем видео ну а по поводу исторической справки по этому танку то здесь ничего интересного нету поскольку этот танк начали разрабатывать ничего не разработали и бросили в принципе этот танк полностью по сути выдуман и доделан картошкой никогда такой танк построен не был поэтому разработчики построили нам недостаточное количество хп недостаточную броню во лбу башни до против не голдовых выстрелов она достаточная но против голды этот лоб башни держать не будет да и в лд которая сверху пробивается это конечно то еще проблема и люди знающие в клинче будут разбирать это ведро только так на мой взгляд восьмерка получилось полнейшим кактусом с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки увидимся в следующем видео удачи и пока ткань в ткань и и Продолжение следует...